Всем привет, с вами Александр, и мы продолжаем играть в Лост Альфа. Мы выключили излучатель в лаборатории Х-10, и теперь у нас есть задание поговорить с генералом Воронином. Посмотрим, что нового он нам расскажет. Это я тебя благодарить должен, Меченый. Долг должен тебе. Рад помочь, генерал. Правда, хочу спросить, что это за дело с этими толчками? Ах да, теперь я понимаю, о чем ты. Эти землетрясения вызываются старым экспериментальным устройством. Дереликт. Это в своем роде оружие, но оно предназначено для бомбардировки волнами отдельных участков на земле. Это не было проблемой, пока мы не переехали сюда. Даже свобода обвиняет нас во всем. Если что, мы не причастны к этому. Это так, для протокола. Тогда мы должны выключить это ради нашего блага. Где это находится? Это в лаборатории под дамбой. Я отослал несколько человек, но они так и не вернулись. Я позабочусь об этом. Становится все хуже. И кто знает, может что-то ужасное случится с этим зданием. Ну, тут перевод, наверное, неправильный немного. Ладно, нам нужно выключить дереликт, который сотрясает землю. Да, кстати, толчки очень ощутимы. Отправляемся в следующую лабораторию. Насколько я понимаю, это Х7. Лаборатория Х7. Получить доступ к системе безопасности. Хорошо, будем разбираться. Он выглядит, как я. Он говорит, что я киберохранитель. Я просто сталкер. Мне нужно пульт управления. Ты не можешь ходить. Это первое и последнее предупреждение. Оставайся на месте. Сообщение от генерала. Не стреляй по голограмме. Оно передает нейроимпульсы в твой мозг. Разрыв связи убьет тебя. То есть, смотрите, какой охранник, да? Киберохрана. Так, и походу он преследует нас. Желтая точка не отдаляется. Пока идем наугад. Скажем так, на ощупь. Так, здесь не похоже то, что пульт отключения. Видите, как трясено? Это земляная установка. Дереликт. Генерал Вороним подогнал очередное задание нам. Довольно-таки объемный комплекс. Множество коридоров. Ну, я думаю, мы разберемся. Да, голограмма не отстает. Продолжает преследовать нас. Интересно, цель какая у нее. Ну, цель-то понятна. Защитить комплекс. Так, это уже интереснее. Так, и что ты делаешь? Он нам хп сносит понемногу. Одновременно обездвиживая. Какая-то комната впереди должна быть в любом случае. Да, вот комната, но не похоже то на пультовую, где отключается тряска. Так, и что? Смотрите, он запирает нас, да? То есть, смотрите, если он забегает в узкую комнату или проход, мы уже отсюда не выйдем. Да, он просто встал на выходе и все. Получается, отсюда уже не выбраться. У меня сейв был рядом. Мы проверили этот туннель, это крыло здания. Я думаю, лучше начинать с сейва. Побегу я в другую сторону. Но голограмма не отстает. Значит, мы идем по верному направлению или, по крайней мере, пытаемся идти по верному направлению. Направления здесь нету. Ни стрелочек, ничего. Так, довольно узко. Главное, успеть выбраться отсюда, пока охранник не подошел и не заблокировал. Нет, он не успевает. Много, да, много ходов, много вариантов развития события. Так, видно, что к чему-то приближаемся. Аномалии. В таком коридоре у нас не заблокирует. Лампочку вкрутили не зря. Да, смотрите, вот и пультовая. По всей видимости. Здесь он тем более нас не заблокирует. Довольно-таки большое помещение. Отключить генератор. Не трогай. Хорошо. Сейчас мы проверим, что здесь компьютеры не активны. Здесь тоже вроде ничего интересного. Отключить генератор, да. Не стоит здесь задерживаться. В лабораториях хоть и запутанное, но не жуткое. Код нам не нужен. Можно смело дергать за рычаг. Готово. И голограмма исчезла. Хорошо. Поговорить с генералом Воронином. Все остановилось. Свет больше не гаснет. Можно исследовать здесь. Посмотреть на предметы интересных вещей. Но ничего нет. Ничего я не наблюдаю. Хорошо. Возвращаемся к генералу Воронину. Спасибо тебе за помощь, Мечина. Благодаря тебе мы смогли избежать столкновения со свободой. Сейчас, когда мы слабее, чем обычно, они нам ни к чему. Теперь мы сможем сконцентрироваться на восстановлении безопасности. Это не была проблема, генерал. Ну, он говорит, что это не было сложно. В качестве нашей благодарности я скажу нашему ремонтику, чтобы он дал тебе снарягу. Также кто-то оставил здесь записку для тебя, пока тебя не было. Кажется, он хочет повидаться с тобой в старой церкви. Записка. Я ценю это, генерал. Лучше пойду гляну, что там написано. Ну, то есть, выясню, кто хочет со мной повстречаться. Встретиться с гидом. Он же проводник. Возле старой церкви он нас ждет. Давайте смотреть, что здесь делает проводник. Так, рад видеть тебя живым, стрелок. Я думал, ты вообще погиб. Ты, ты. Да, я тот самый проводник, который тебя провел в центру зоны несколько месяцев назад. Так, этот почерк мне знаком. Это перевод неправильный. Кстати, доктор хотел тебя видеть. Я постараюсь ответить мне на твои вопросы. Отлично. Давай рассказывай. Почему ты провел меня первый раз в центру зоны? У меня было предчувствие, внутренний голос, что можно тебе доверять. Один из немногих людей. Можешь считать это благотворительностью. Понятно. Еще есть вопросы. Как ты в прошлый раз через выжигатель Макс Гофф прошел и вернулся? По интуиции. То есть он читает зону, как открытую книгу. Это все понятно. Тоже перевод здесь неправильный. Откуда возникла зона? Зона появилась благодаря ошибкам человечества. Ну, это ясно. Он сомневается, что все это закончится, как в сказке. То есть закончится все это очень плохо. Мы собираемся обратно в центр зоны. Слушай, мне пора. Будь осторожней. И он нам дает компас. Спасибо. Буду носить. Хорошо. Да, вот такой вот компас. Коротко, течение минус 7%. Отлично. Сразу повесим на себя. Так. И что нам дальше делать? Это не то. По торговле пусто. Так, батарейки не вовремя сели. И появляется новое задание встретиться с клыком. А клык у нас находится на армейских складах. Туда и отправляемся. Так, на месте. Да, кстати. Может быть какой-то секрет с этим компасом. Говорят, что в нужных руках он может быть использован в качестве компаса. Но это понятно. Ладно, посмотрим, для чего нам нужен компас в дальнейшем. Так, вот и клык. Ты не слишком торопился, стрелок. Через столько времени появился из ниоткуда. Рад тебя снова видеть. Твое лицо кажется вам незнакомым. Ты клык, не так ли? Да, это я. Заметил, твоя нитья немного проходит. Скоро все вспомнишь. Несколько назад мы планировали вернуться обратно. Несколько месяцев назад. Так, я как раз собирался делать декодер, говорит Кулык, по моим старым записям. Да, памятник ко мне возвращается. И так, что мы будем делать дальше, говорит стрелок. Так, он ищет последнюю деталь на интере и пойдем в Припять. Там я должен встретиться с призраком в отеле в комнате номер 26. Как только встретите, ждите меня для обсуждения дальнейших действий. Хорошо? Я пойду навстречу с призраком как можно скорее. Так, откуда у тебя познание в механике? Я механик-самоучка. Пси-шлемы он делал для ученых. Мы спрашиваем, соответственно, это ты изобрел пси-шлем? Да, совсем недавно. Продал чертежи. Следуй за мной. Так, призрак док. Тут начинается непонятная ахинея с переводом. Что еще? Как именно мы встретились? Тоже непонятная ахинея с переводом. Кому интересно, может почитать. Все ясно. Хорошо, уже бегу. Значит, нужно отправляться навстречу призраку в Припять. Но нам нужен переход, правильно, до Припяти? Непонятная точка. Сейчас посмотрим, куда мы направимся. Так, а появляюсь я на радаре. Я, вернее, не появляюсь, отправился я на радар. И здесь появляется задание. Встретиться с призраком в Припяти. Хорошо. Точку я вижу. До нее 700 метров до перехода. Стрелок это призрак. Так, вояки пытаются выкурить всех монолитовцев. Да, через госпиталь идем близь радара. Там будет переход в Припять. То есть, мы дойдем до госпиталя. И там, соответственно, должен быть переход на Припять. Не знаю, будет он там или нет. Но давайте посмотрим. В любом случае, нам надо идти до госпиталя. А дорога не ближняя. Поэтому, думаю, продолжить возле самого госпиталя. Да, давайте направимся туда. Пробрался я к госпиталю, а именно ко входу в госпиталь. И здесь нас встречает проводник. Стрелок, хорошо выглядишь. Я смотрю, ты никогда не отдыхаешь. Приятно тебя видеть снова. Так, военные установили блокаду вокруг Припяти. Он говорит, что мы не сможем выжить. Так, ахинея опять через... Ахинея по переводу. Туннели. Смертоносное пси-излучение. Мы говорим, что память возвращается. В любом случае, нам напрямик не пробиться. А нужно идти через систему искусственных туннелей. Которые нам должен показать проводник. Да, он может указать вход в туннели, но с нами не пойдет здесь. Так как должен следить за новичками. Что бы они здесь не погибли. Не пойдет смысле в Припять. Останется здесь. Он проводит нас через весь госпиталь. Там аномалий, ничего больше. И показывает нам вход в туннели, в который мы отправимся уже сами, без него. Двигаться с умом и достигнуть железной дороги, он советует. Хорошо, опять перевод здесь хромает. Еще раз спасибо, проводник. Так, ты отойдешь? Да, проводник исчез. И мы входим непосредственно в туннели, которые нас должны привезти в Припять. Долго здесь я лазил в туннелях. Здесь большая радиация. Очень накрывает хорошо. Нашел вот такой помост из досок. Так, не могу я пролезть. Ну, не зря тут путь наверх. Не зря. Готово. Да, радиация в этих туннелях накрывает неплохо. Так что, если пойдете, стоит запастись антираддином. Да, смотрите, какой-то документ. Код. Дверь. 4134. Хорошо, будем знать. Если есть код, значит, должна быть и дверь. Пришло здесь, конечно, побродить, поблуждать. Но все-таки, вроде я нашел нужную дорогу, нужный путь. Хорошо разработчики постарались, запутали здесь как надо. Туннели довольно-таки такие интересные. И в плане сложности, и в плане... Обстановки, такая мрачная обстановка. Ну, зомби, вернее, не зомби, а мутантов здесь немного. Но трудностей здесь... Трудностей здесь хватает. Так. И все мимо. Целую обойму мимо высадил. Это кто? Это кто такие? Так. Опять я не слежу за патронами. Это могло закончиться печально. Да, смотрите, сколько... Сколько ходов. Еще и крысы. Хорошая дыра. Если туда упасть, наверняка уже ничего не поможет. Так. И что здесь тупик? Значит, нам надо вниз все-таки. Да. Есть спуск. Есть лестница. Радиация продолжает нас хавать. Надо выбираться отсюда и как можно скорее. Налево, направо, налево. Здесь тупик, поэтому опять налево. Так, свалился я. И вот ход. Но надо нам туда или нет? А если попробовать перепрыгнуть через эту дырку? Нет, вряд ли получится. Поэтому точно нам нужно вниз. Застрял он там что ли? Ладно, к черту его. Надоело здесь торчать. Надо выбираться. Да, вижу дверь. Отпереть дверь. 4134, помним. Все, да, есть выход. Вот железнодорожные пути, о которых говорил проводник. Мы находимся очень близко к выходу, насколько я понимаю, близко к нашей цели. Да, это шикарно. Это очень красиво. Посмотрите, да, какой купол. Еще они сюда загнали землеройную машину. Побродил я здесь. В итоге нашел путь наверх. Конечно, пришлось все облазить. Но сейчас я иду верной дорогой. Нам нужен путь в Припять. И мы его обязательно найдем. Очень сложный, кстати. Ну, не сложный, но такие запутанные туннели. Тем более, там радиация. Снорт нам не помешает. Переходим в Припять. Да, задание выполнено. Найти путь в Припять. Сообщение. Мечные военные находятся под угрозой атаки монолитцев. Совсем недалеко от его текущего местоположения. Поспеши их в меньшинство. Хорошо, сразу нам нарезают задачу по помощи военным. Давайте смотреть, чем сможем. Тем поможем, конечно. Так, это явно не туда. Путь. В Припять у меня почему-то подвисает. Локация еще не прогрузилась, по всей видимости. Так, я туда иду или нет? Нет, наверное, у меня... А, стрелка у меня не туда указывает, скорее всего. Да, это у меня все старое задание. Помочь сталкерам отбиться от военных. Что бы я делал без стрелки, конечно. Шучу. Без стрелки вполне можно обойтись, как это было в фотографии. Стрелка, это легко. Тебе показали, куда идти, ты и идешь. Что может быть проще? Так, вояк вижу. И кто-то перестрелял. Так же вижу монолитовцев. Они совсем не хотят отбиваться. Ладно. Я в этом не виноват. Хэт-трик. Хэт-трик. Задание выполнено. Оказать помощь военным. Ну, это было совсем просто. Так, сообщение от лейтенанта Васильева. Встретиться с Васильевым. Хорошо. Давайте найдем Васильева. Он здесь недалеко. Нарезают нам, да. Нарезают задания. Мы должны, вообще-то, встретиться здесь были с призраком. В комнате номер 26. А сейчас выполняем какие-то побочные задания. Не знаю, с чем это связано. Да, лейтенант наверху. И зачем вообще нам это надо? Но так задумано разработчиками. Меченый, я хочу Вас поблагодарить за помощь моим людям. Хорошо. У них с экологами отношения. Мы защищаем их. Они защищают их. И просит он оказать помощь. Сопроводить ученых. Им нужен экскорт. Чтобы сделать замеры. То есть, сопровождать и защищать от атак мутантов. Ладно, давайте возьмемся и за эту работу. Хотя, она мне не по душе. Почему не по душе? Потому что... Потому что это легкая и бессмысленная работа. Какие-то ученые. Зачем нам сейчас им помогать? Сколько можно? Лучше. Пауза типа. Ладно, давайте посмотрим, где эти ученые. И попытаемся им помочь. Это мне больше нужно, чем тебе. Лейтенант отправил к вам. Попросил помощи. Да, сообщил о прибытии. Попросил о помощи для вас. Надо сопроводить ученого, чтобы он делал замеры. Он отметил его позицию на КПК. Да, как я и говорил. Очень интересное задание. И оно очень нам сейчас необходимо. Ладно, в любом случае, давайте выполнять. Что еще остается делать? Хорошо, давайте найти причину пси-видений. Кто-то палит. Возможно, это наемники. Одного я убил при входе в этот дом. Собственно, ученый сейчас подобрал весло с наемника. Весло, она же СВД. Да, попробую бронебойные патроны. Так, их жалко. Ну, давай, ученый, делай свои замеры. Так, нас здесь не ждут. Опять я стреляю через защиту. Это бесполезно. Их, похоже, они сейчас убьют. Вернее, убили бы, если бы у меня не было бы аптечек. Помоги агенту провести измерения. Агент? Он же ученый. Давай, ученый, делай свои измерения. А мне пора навстречу с призраком. Да, хорошее весло я тебя подогнал. Двойняшки. У них ничего. Так, ученый продолжает гулять по территории. Значит, здесь, скорее всего, уже безопасно. Все-таки он еще не померил. Поэтому ждем. Но ждем недолго. Мое терпение на исходе. Могли бы отправить какого-нибудь военного, да, сюда. Там, тем более, было три крысы. И один толстолобый мутант. Это было несложно. Ну и за аптечку спасибо. Да, вернуться с измерениями. Хорошо. Наконец-то. Стой, все, готово. Так, погоди. Готово. Так, полевой агент хорошо охранялся. Хорошо. Командир даст вам указание. Кстати, этот бюро вызвал псеведение. Получен элитный детектор аномалий и костюм эколог. Я ценю, увидимся. Ну, мы благодарим ученого. Так, и что там? Понятно. Улучшенный детектор аномалий, который у нас уже есть. И костюм эколога. Найти комнату номер 26 в отеле. Хорошо, пойдем искать комнату. Подход к комнате номер 26 в отеле был завален всяким хламом. И поэтому единственный путь через крышу и через окно, которое без решетки. Помним это окно и помним эту комнату. Из оригинальной игры. Поговори с призраком. Наконец-то ты сделал это. Так, опять трудности перевода. Военные с монолитом воюют. У нас есть огромная проблема. Отправиться к генераторам. Нам придется найти коды безопасности для всего этого. чертовски сложного комплекса. Так, ему нужно приготовиться. Активация пока непонятно. В том-то и дело, саркофаг, электростанция, генераторы. Так, я пока не понимаю, что здесь даже написано. Поэтому читать не буду. А, смотрите, он говорит, что приготовил взрывчатку какую-то. А клык будет с декодером. ЧАЭС очень опасное место. Будь осторожен, Стрелок. Это территория монолита. Да, мы помним, что ЧАЭС это территория монолита. Лучший маршрут через стадион. А, это он говорит, как непосредственно уже проникнуть на ЧАЭС. То есть можно пойти через стадион или идти по дороге вокруг стадиона. Так, какие-то документы. Так, рукопись кожаной обложки. Это старая бумага с кодом от железной двери. Так, и что? Все. Тогда путь наш лежит в Припять. А туда мы попадем через стадион, на котором будут снайперы. Как говорил призрак. Пока непонятно, зачем мы туда идем и что мы там будем делать. Да, я в Припяти. Найти путь саркофаг. Основная задача. Но до этого нужно поговорить с командиром отряда. Отряда бежать далеко, поэтому я продолжу на месте. Кстати, я подобрал у снайперов на стадионе снайперскую винтовку СВД, потому что у моего винтореза закончились патроны практически. А винтовка была в хорошем состоянии и было больше 100 патронов к ней бронебойных. Поэтому я взял СВД, хоть и не очень люблю ей пользоваться. Здорово, ты или стрелок, не так ли? Я лейтенант Дудаев. Так, он в то, что я бродил по окрестности, отдышись. И предлагает сотрудничество. А именно помочь военным отбить ворота. Я так понимаю, отбивать ворота мы будем у Монолита. Территория Монолита, ведь ЧАЭС. Даже призрак говорил об этом. Хорошо, давайте попробуем. Тем более у нас группа, смотрите, какая большая. Но я думаю, даже ребята без меня справятся с этим легким делом. Я не очень люблю стрелять в СВД и не очень умею. Мне больше по душе простой Абакан или Калашников. А в идеале, конечно, ВАЛ или ВЕНТОРЕС. Так, что и куда вы все смотрите? Ох, как я открыл ворота. Там БТР стоит. Удерживать позицию и ждать атаки вертолетов. Да, вертолеты нам сейчас не помешают. Вертолеты бы неплохо зачистили территорию от Монолита. И от прочей нечисти. Бум, мимо. Так, смотрим сценку, заставку. Да, прибыли в вертолеты, группа поддержки. Сейчас она начнет зачистку территории. Как я понимаю. Не знаю, нужно ли военным саркофаг. Нам точно туда надо. Возможно, военные просто зачистить территорию. И здесь окопаются. Посмотрим, не будем забегать вперед. Укрепить ворота. Поговорить с командиром отряда. Чёртов БТР. Из-за угла не высунутся. Сразу начинает палить сволочь. Так. Вертушки зачистили. Надо взорвать грёбаный БТР. Как говорит командир отряда. Да, он нам даёт РПГ. И четыре снаряда к нему. Ну, четыре снаряда это хорошо. Так. Первый вошёл. Мало. БТР ещё отстреливается. Возможно, потому что мы бьём в лоб ему, да? Если бы мы били в заднюю часть. В двигатель. Слабое место. Тогда бы двух. Даже одного выстрела, возможно, бы хватило. Но спереди его пробить не так уж и просто. Третий. Нет, недостаточно. Твёрдолобый. БТР. Да, вошёл. Уничтожить БТР выполнено. Убить засевших в засаде монолитовцев. Хорошо. Главное, вы, ребята, не стойте на месте, а продолжайте двигаться вперёд. Да, ребята застряли. Пришлось не переигрывать. И здесь засел последний монолитовец. Теперь задание выполнено. Это убить засевших монолитовцев. И появляется новое задание. Убить монолитовцев с РПГ. Группа осталась, смотрим, да? Хотя нет, она движется немедленно. Сюда не лучшее оружие против мутантов. Так, где у нас монолит с РПГ? Один готов. Ещё один готов. Этот скрылся. Ещё один в минус. Главное, чтобы вояки не умирали по-глупому, да? Чтоб большая банда была. Чем больше, тем лучшее. Где-то ещё заселся. Да, смотрите, он с гаусс-пушкой. Но у гаусс-пушки большое время перезарядки. Хоть она и убойная, но перезарядка у неё очень длинная. Так как там есть зарядка, который накапливается не сразу. Так, в любом случае, задание ещё не выполнено. Остался где-то ещё боец с РПГ. Так, это наши. Да. Это был последний. Идти к месту встречи. К месту встречи с командиром отряда. Да, кстати, вот этот вот кристалл я нашёл на одном из труппе монолитовцев. Когда я переигрывал здесь на локации. Помочь устранить вертолёты. Выполнено. Так, я не знаю, с чем это связано. Почему это выполнено? Чёртовы мутанты, когда же вы кончитесь? Держись, стрелок. Так, убить мутантов. Появляется новое задание. Там задание было с вертолётами. И почему оно выполнилось, я не знаю. У меня не было никаких вертолётов. Резко потемнело. И появляется задание отбить атаку мутантов. После десятка перезагрузок удалось мне всё-таки отбить эту атаку. Все бойцы, все военные полегли. Тут какие-то зомби стали появляться. Опять-таки, повторюсь, вертолётов не было. Но очень получилась ключная локация. В любом случае, мы зачистили всех мутантов. И часть зомбированных монолитовцев. Так, и боец, командир отряда куда-то убегает от нас. Но мне надо с ним поговорить, чтобы выполнить это задание. А то не будет дальнейшего продвижения по сюжету. Сдать задание на убийство мутантов. Спасибо тебе, стрелок. Ты нам сильно помог. А теперь тебя я подставлю лидеру. Да, теперь он поговорит с капитаном Макаровым. Бежать довольно-таки не близко. Поэтому продолжаю на месте поговорить с капитаном Макаровым. Там с мутантами вообще был странный квест. И он как-то не выполнялся. Я говорю, все бойцы полегли. Странно было. Там зависания меня убивали. Я раз десять перезагружался. Поэтому так. В любом случае, это на сюжет не влияет. У нас задание проникнуть в саркофаг. Это наша основная задача. Помощь военную. Да, приветствую тебя, стрелок. Капитан Макаров. Наконец-то мы встретились лицом к лицу. Он спрашивает, могу ли я водить БТР. Конечно. То есть, он просит, чтобы мы еще раз оказали помощь по уничтожению. Ему нужна помощь по уничтожению монолита на этой территории. И теперь мы должны это делать при помощи БТР. Я не знаю, почему нельзя было сделать это сначала. Дать резервную копию разведчикам. Появляется новое задание. Говорю, вот эта локация, на мой взгляд, одна из самых глючных в игре. Но за БТР спасибо, конечно. Сейчас посмотрим, что здесь будет и как. Главное, своих не задавить. А такое у меня было. Я переигрывал уже, наверное, раз в третий. И они также застревают. Один раз бойцы под колеса полезли. Соответственно, они начали у меня палить военные. И где монолит? Да, они вот здесь стоят, военные на этом пригорке. И больше не двигаются. Вот такая вот локация. Возможно, будет исправление в патче. Да, видим монолит. И начинаем зачистку. Кстати, пулемет на БТР вообще слабый. Пришлось долго стрелять, убивать и даже догонять монолитовцев, которые, можно сказать, струсили. Да, я тут гонял их по всей локации. Догнал, вот, убил одного. Пока не убьешь всех, дальнейшего продолжения нету по сюжету. И появляется задание поговорить с капитаном Макаровым. Спасибо за помощь, стрелок. Я знал, что ты надежный парень. Так, они будут удерживать эту точку. Конечно, спасибо, капитан Макаров. Саркофаг прямо перед тобой, за тобой. Он говорит, код от двери, 4237. Желаю тебе удачи, сталкер. Можешь проходить. Может быть, еще и встретимся. Найти вход в саркофаг. Да, видим переход в саркофаг. Код от двери у нас есть. Но, я думаю, в саркофаг мы пойдем в следующей серии. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok